Стекло И будем разбираться сегодня в очередной программе Как это устроено Стекло в виде огромных листов Поступает в Красноярск из других городов У нас собственно производства стекла нет Вот это вот основная заготовка Из которой потом и будут напиливаться все остальные стекла Это так называемый размер джамбо Слон Его размеры 6 метров в длину На 3 метра И 21 сантиметра В ширину Ну или в высоту в данном случае Толщина его 10 миллиметров И вот при этих размерах, при этих параметрах Вес его составляет Ну он конечно не так, слон весит чуть поменьше Но все равно достаточно 480 килограмм примерно А есть еще такие же вот джамбо Которые толщиной 19 миллиметров В таком случае он будет весить под 900 килограммов Понятное дело, что Вручную такого слона не потаскаешь Для этого есть специальные стендки Сейчас я вам их покажу Изготовление стеклопакетов и различных элементов фасадов Предельно автоматизировано Вот так начинается путь заготовки Робот-кран цепляет присосками огромный лист И тащит к столу Который в это время поднимается практически вертикально Лист укладывается Затем вся эта конструкция принимает горизонтальное положение И далее стекло поступает на станок для раскройки Лист нарезается стеклорезом автоматически Согласно чертежам Но нарезать можно не только стандартные Прямоугольниками Современные технологии позволяют не ограничивать фантазию Вот на этом станке сейчас вырезается В данном случае зеркало в форме Внимание, облачко После того, как все нарезали Заготовки отправляются дальше на разные линии В зависимости от задачи Вот, например, на этом станке сейчас готовят стенки для душевых кабин Сверлом с алмазным напылением Просверливают отверстия для креплений Чтобы стекло не накалилось Рабочую зону обильно поливают водой Любое стекло после обработки необходимо помыть Потому что любая маленькая песчинка Может привести к браку Если стекло идет в закалку Или изборки в стеклопакетах Вот здесь особая система для моих есть Вот первый этаж Смотрите, здесь стекло двигается Барабаны опускаются в воду И таким образом взимаются любые маленькие, самые отличающие частицы Далее вот здесь такие струнки поливают Прошу Они взмывают крупные осколки Крупную грязь Ну и далее туда внутрь стекло заползает Не прошу Здесь есть несколько щепок Вот они Руки смывают все остальные грязь и щинки И причем щетки настраиваются под толщину определенную У меня бы как Под толщину стекла я не знаю Стекло выполняет не только функцию защиты от холода И функцию пропуска света Но и декоративную Современные технологии позволяют выпускать стекла фактически любых цветов Кроме того на стекло можно нанести любой рисунок Вплоть до печати фотоизображения Это происходит вот на этом станке на струйном принтере Есть еще один вариант нанесения рисунка с помощью песка Стекло или зеркало заклеивается трафаретом Узоры можно изготовить любые Этим занимается дизайнер Далее заготовка отправляется на пескоструйный станок Кемиста на стекле или зеркале, которые не заклеены Подвергаются обработке Струя очень мелкого корунда с силой ударяет по поверхности И выбивает частицы стекла В итоге получается матовый рисунок, который невозможно смыть Нанесенную на принтере краску, кстати, тоже смыть невозможно Но по другим причинам Для того, чтобы она держалась крепко, стекло проходит термообработку Отправляется в печь Она принимает свои жаркие объятия и обычные стекла без рисунка Они проходят там закалку Стекло, которое идет на фасады Перед установкой должно пройти закалку Это делается для безопасности Потому что, если вдруг что-то случится Ткань там прилетит, допустим То оно туда не разобьется не на крупные осколки и куски А вот на такие вот меленькие фракции Вот прошу А закалка происходит на вот этом агрегате Здесь же происходит и впекание краски в стекло Если мы говорим об окрашивании Сюда кладутся листы Вот прошу, серые лежат Поступают в камеру нагрева Пойдемте, расскажу далее Здесь при температуре 710, примерно 720 градусов И, собственно, происходит нагрев стекла Чтобы прогреть и закалить 1 мм стекла Требуется 40 секунд Соответственно, стекло бывает разной толщины И в целом, если мы берем весь процесс То от 4 минут это может занять до 25 минут Если стекло толстое, там есть отражающая поверхность Вот здесь это происходит нагрев Далее стекло поступает в камеру охлаждения Вот здесь мы, кстати, можем видеть сейчас, как стекло будет проходить уже Вот оно прошло Горячее, красное Ну и вот здесь это дальше стекло поступает в камеру охлаждения Здесь мощные вентиляторы нагнетают воздух И, собственно, происходит закалка стекла Дальше оно выходит сюда И прошу, вот он готовый вариант Вот стекло закаленное И здесь произошло еще к тому же процесс Какое-то втыкание краски Если мы говорим об окрашенном стекле То есть мы могли видеть там такое серое стекло А здесь прошу черное Хоть на какое оно должно быть Стеклу можно придать не только цвет, но и форму Звучит непривычно Но такой хрупкий предмет, как стекло, можно выгибать Лист сначала нагревают в печи Длится это несколько минут Затем раскаленное стекло поступает под пресс Который и придает ему нужную форму Одновременно по этим многочисленным зеленым трубам Подается под давлением воздух Который охлаждает раскаленное стекло Минута-другая и, вуаля, получаем изогнутое стекло А при взгляде на эту линию Можно подумать, что здесь собирают сверхсложную электронику Требующую стерильности Или делают медикаменты Однако, на самом деле, люди в белых халатах Собирают такой подвес стекла, как триплекс Свойства триплекса лучше всего демонстрируют Наш небольшой краш-тест Один удар и... Стекло не рассыпается множеством осколков И не летит в лицо и на руки, а остается на месте Превращаясь в узор из трещин Конструкция триплекса проста и выглядит как сэндвич С двух сторон стекла, а посередине поливинил-бутераль-пленка Она склеивает стекла между собой Происходит склеивание при температуре 200 градусов в ванне Стекло там нагревается до 60 градусов И тогда активизируется клеевой слой Самой ПФБ-пленки И начинает подпрессовываться В каландре оно подпрессовывается И получается уже полуфабрикат Триплекс, но непрозрачный А вот здесь происходит завершающий этап Создания стекла под виды стекла триплекс Это автоклавная печь огромная Сюда стекло загружается Здесь под давлением потом это закрывается Под давлением в 12,5 атмосферы и при температуре где-то 138 градусов Происходит, скажем так, готовка этого стекла Итого этот процесс длится где-то часов пять После пяти часов отсюда все достается И получается триплекс стекло Которое при ударе не разбивается на осколки В труху какую-то, да А остается на своем месте Безопасное стекло Пойду-ка я отсюда, пожалуй Пока меня не закрыли При производстве триплекса Очень важно на первоначальном этапе Поддерживать идеальную чистоту Любая соринка, если попадет в пространство между стекол При нагреве нарушит прозрачность И крепость стекла Этот дефект невозможно будет убрать И весь лист пойдет в брак Поэтому стекла заготовки для триплекса Тщательно моют А там, где их соединяют с пленкой Поддерживается стерильность Помещения изолированы от окружающего производства Посторонние не допускаются А сами сотрудники переодеваются в стерильную униформу А вот стекло, в котором тоже использована особая пленка Придающая ему весьма необычные свойства Ну а теперь наступает время показать вам фокус Как говорится, следите за руками Так меня видно, а так... Оп, нет А так снова видно, от шайтана Однако никакой мистики и фокусов тайн здесь нет Вот у меня здесь в руках пульт управления Режимом прозрачности стекла Между двух стекол наклеивается специальная пленка Электрохромная Под воздействием электрического поля Частицы этой пленки выстраиваются в соответствующие ряды Ну и, соответственно, пропускают свет Либо не пропускают Оп Пока эта технология достаточно дорогая И о повсеместном использовании говорить не приходится Однако и стеклопакеты когда-то стоили дорого А сегодня едва ли не в 99% квартир стоят А вот здесь я вам раскрою секрет, почему стеклопакеты не запотевают Происходит это вот таинство вот на этом агрегате Рамки для стеклопакетов Вот сюда навешиваются Вот они, рамки Просверливаются И сюда засыпается вот молекулярное сито, так называемое Вот эти вот гранулы маленькие Это алюмосиликат Который засыпается И благодаря своей нацикопористой структуре Он абсорбирует влагу То есть впитывает в себя влагу И, собственно, не дает запотевать стеклу Вот это находится вот здесь Вот это алюмосиликат И, собственно, здесь спечатываются стекла Ну и вот он является такой, не знаю, подушкой, скажем так Или губкой, которая впитывает всю влагу Эта технология, правда, лишила нас традиционного зимнего волшебства Снежных узоров на стеклах Влаги нет и нет этих росписей от Деда Мороза Но когда на улице минус 30, а дома тепло и ничего не дует Радость от новых технологий стекольного дела В полной мере перекрывает этот недостаток